Прожектор шарит И ночь поэтому нам кажется темней Который месяц не снимал я гимнастерку Который месяц не расстегивал ремни Есть у меня запасе гильза от снаряда В кесете выше там душистый самосад Солдату лишнего имущества не надо Махнем не глядя, как на фронте говорят Я ввел дневники Ну дневники какие? Такое-то число, такое-то место Такая-то атака или такой-то бой Коротко, очень коротко Ну записывал Сегодня тот дневник мог бы стать уникальным Свидетельством эпохи Великой Отечественной войны Но потерялся блокнот в тяжелом бою Каких, впрочем, было немало в военной биографии Михаила Савенко Он многое успел, рисковал жизнью Смертельной опасности смотрел в лицо А ведь перед самой войной был обыкновенным станичным парнишкой Семья, в которой родился и вырос Михаил Савенко Гордилась своей принадлежностью к казачьему роду После репрессий и голодных лет Казачьи селения Ставрополья потихоньку приходили к спокойной сельской жизни Теперь, вспоминая предвоенное время, Михаил Иванович называет те годы в станице Бекешевской счастливыми Я считаю, была хорошая жизнь Эта казачья станица была, богатая Казачье устое там очень хорошее В памяти у меня эти самые празднества Всякие казачьи условия Скачки Много очень интересного Папа мой, ну, как говорится, был казак активный У него награды были У него, значит, был серебряный пояс Кинжал серебряный Награда такая Часы кировские Тогда редкое явление Часы с цепочкой были кировские Вот эти были все награды Семилетнего возраста Михаил помогал отцу на пашне Он гордился таким поручением Сажали меня на лошадь Я лошади управлял, чтобы она шла по рядку кукурузы Кукуруза, вот это идет Ну, пололи Это было где-то в возрасте 7 лет Гордость такая была, что я среди ребят Меня одного посадили, я вот работаю Лошадь меня понимала хорошо Меня это, как говорится, возвышало, что ли Я, когда я уходил с этого Ну, закончил работу, уходил Я с гордостью, да, с ребятами разговаривал Вот, видишь, я Управляю такой махиной, как лошадь А на ночь станичные мальчишки отправлялись в ночное Звездные теплые ночи у костра давали ощущение радости жизни Лучшее, что там есть Кусочек хлеба там приготовлю Сэкономлю По дам этой лошади Кстати, вот у меня была одна лошадь прикреплена То ли она была закреплена за мной, то ли я за ней, не знаю Но мы все равно с этой лошадью в поле работали Ходили в ночное, это у нас часто было Ну, поля были там еще не обработанные И луга были И вот мы лошадей попасем в этом, где травка там хорошая, одна луга А потом в степь выгоняем их в степь Там они резвятся, бродят все это Кувыркаются, отдыхают И мы там делаем костерок Костер делаем Кукурузу жарим Картошку печем Вспоминая детство, Михаил Савенко не называет его безоблачным Очень рано из жизни ушла мама Татьяна Петровна Трое мальчишек в семье Савенко остались без материнской ласки Отец женился во второй раз У Марии Ивановны была дочь от первого брака Так что четверо детишек воспитывалось в семье Савенко Мама Мария Ивановна, по-крестьянски трудолюбивая Оказалась очень добрым человеком И мальчишки приняли ее как родную Когда Михаил возвращался с пашни, она все шутила Ты заработал, наверное, целый воз пшеницы, куда ее девать будем? Он помнит, как вкусно она готовила борщ и пекла хлеб И шила мальчишкам новые рубашки Он рос в любви и труде И так хотелось жить всегда Мама очень заботилась о нас Все, что мы одевали, это ее рук дело Все она ухаживала за нами Смотрела нас У нее была дочка одна И нас трое И вот этих четверых в таких условиях вырасти Это ж, ну, ясно Только любить надо Только любить надо И благодаря этой любви мы и выросли Я, например, старался помочь ей в подготовке Корову подоить Я подоил, ходил, доил корову Вот Ухаживал с ней Там надо маме было идти Я пойду Помою там Вымей, подаю Вот Ну, не так я выдавил Выдаивал, как мама выдавила Ну, в связи с тем, что ей некогда было Она доверяла мне А потом Неожиданно для людей, живших в сельской глубинке Пришло известие о том, что началась война Отец пришел с поля Пришел и с такой хмурой, подавленной Ну и мне, например, говорит Ну, Шамиша, говорит, война началась Я говорю, как, вот так, вот так Так что нам, говорит, придется очень трудно На днях, наверное, я уйду на фронт Заберут нас В первые дни войны все взрослые мужчины Были мобилизованы в Красную армию В колхозных заботах их заменили подростки Михаил Савенко к тому времени неплохо изучил МТЗ-200 За рычагами колхозного трактора он чувствовал себя уверенно Отец, получив повестку военкомата Ушел на призывной пункт в соседний хутор Мама не пустила детишек провожать его Берегла их детские души От ведения горя и разлуки Летом и осенью 41-го года По разнарядке райкома из колхозных амбаров Выбрали все припасы Потому что продукты нужны были фронту Все, что было заготовлено сегом Все это забрали на фронт, для фронта Все для фронта, все для победы Амбары все опустили, опустили наши Все запасы, которые были в колхозе Забрали И, как говорится, люди остались ни с чем Через год война подступила, как говорится, к самому порогу Немцы наступали по югу страны Наши части отступали И механизаторы получили приказ Колхозные трактора срочно доставить в Пятигорск Чтобы не достались врагу Немцы надвигались лавиной А на пути в Пятигорск пытались продвинуться на восток Два трактора для колхозной полуторки Из словаря фронтовика Полуторка Грузовой автомобиль Горьковского автозавода Грузоподъемностью полторы тонны Самый массовый автомобиль первой половины 20 века Нас остановили Ну, какой-то на лошади Военный такой-то У него и шашка на боку, значит, кинжав, бурка Все это фуражки он Остановил Дальше ехать нельзя Вот поворачивайте Тут вот за бугром пруд есть Технику в пруд уптопите Снимите с техники Все там ценное такое С тракторов Нас, молодежь, эту всю отправили домой А мы с моим напарником Одноклассником, однокашником Вася Мирошниченко Остались, а мы решили удрать Ну и удрали Пока там эти ребята ходили там Оформляли документы Все это Все, что Они сдали, значит, технику Все это опоздавали Ничего не... Вот Им было приказано На машине ехать в Нальчик Там сдать машину И сдать себя Там формировались части Ну а мы, послушав Это с Васей, значит, залезли в машину Под брезент забрались Уже ночь подошла И наша машина отправилась В направлении Нальчика И мы объявились Ну, конечно, нам задали трепки Выругали все Одевай куда-то Ну что, поехали вместе с нами тогда Доедем туда в Нальчик А там видно будет, кого куда Михаилу Савенко в то лето не было полных 17 лет Но он считает, что ему повезло В детприемнике, где находились такие же шустрые парнишки Мечтавшие попасть на фронт Его заметил представитель воинской части Так Савенко стал сыном полка Ко мне подошел военный один Старший лейтенант Ну что, воевать будем? Ну будем, конечно Мы для этого и пришли сюда, говорю, воевать Ну, пацаны, что-то Ну, ладно, хорошо Ко мне пойдешь? Ариаку Да домой нет Ладно, пошли Таким образом, меня, значит, оформили как сыном полка А это был, значит, представитель 2-й гвардейской дивизии Майлов Магомед Ахметович Черкес Житель Аула Хабрес Определили меня Арт-полк Арт-полк А у этого арт-полка были тягачи И были две танкетки И этот Майлов уговорил Ну, командира этого роты Мехроты Посадить этот, говорит, хороший тракторист Посадить ее на бронемашину Меня определили в танкетку В первый бой Савенко вел танкетку с одной мыслью Чтобы не подвела боевая машина И он справлялся с этой задачей до тех пор Пока фашисты не начали обстреливать танкетку прицельным огнем Из артиллерийских орудий С той поры он узнал, как звенит броня Когда в нее попадает вражеский снаряд Он увидел, как горит металл На память об этом бое Осталось у него обожженное плечо Из словаря фронтовика Танкетка Использовалась как танк для поддержки пехоты И как тягач для противотанковых пушек В боях 1941 года Большая часть этой техники была разбита Командир этой танкетки Вот говорит, вот здесь развернитесь Дальше, говорит, нам ехать нельзя Развернитесь, посмотрим, как нам уйти от обстрела Но я не успел развернуться Немцы, значит, несколько пустили снарядов Попали в эту танкетку Она загорелась Ну ее быстро потушили Нас оттуда вытащили У меня продажок был на руке Вот И отправили назад В медсанбате сделали перевязку И остался в этом полку Вместе с боевыми товарищами Михаил Савенко отступал осенью 1942 года Но к концу того тревожного года Намечался перелом в ходе боевых действий Война была тяжелым трудом В котором большое значение имела сила духа А иначе ужасы пережитого Способны сломить человека 17-летний солдат Савенко Был не робкого десятка Хотя видел много ужасов войны Он помнит бой за Нальчик Ледяные наросты на берегах терека Как глянулись на этот терек А там столько солдат лежит наших Битых, мертвых Открытая зона А на той стороне Видимо, водонапорная башня была, что ли И оттуда, значит, два пулемета Косили, как говорится, наши солдаты Ну, а когда мы подошли Не знаю, чья пушка Ну, разгромил этот Он узел Обстрел прекратился В январе 1943 года Михаил Савенко в составе группы разведчиков Получил приказ выйти на восточную окраину Черкеска В спину наступавшим воинским частям Дул жесткий ветер, пошел снег И улицы города затянуло плотно снежной пеленой Фашисты, оставшиеся на позиции Для прикрытия отступления немецких и румынских частей Попрятались в блиндаже Не ждали боя в такую погоду Когда подошли, стали опускаться по двору вниз Встретили батарею противотанковых пушек немецких Четыре пушки стояло там Около пушек были ящики со снарядами Ни одного человека не было Ничего, все это... Ну, пушки были направлены на восток Все были готовы, заряжены Все стрелять было в любую метру Кнопку нажимая, они заговорят А метрах в тридцати блиндаж был Там обслуживающий персонал Так 12 фашистов были взяты в плен Их под конвоем направили в центр города А отряд красноармейцев, обходя город с юга Вышел к мосту через Кубань Мост горел Фашисты мелкими группами пытались отбиваться Но это уже не имело смысла Город Черкес был освобожден частями Красной Армии На окраине, все же, у нас сопротивление И не полицейские, видимо Из одной хаты открыли огонь по нам Нас четверо было ребят Из этого взвода шло туда Открыли огонь, ну, мы быстро туда Ребята умудрились оброчить гранатю Уничтожили Сопротивления больше не было В составе своей гвардейской воинской части Михаил Савенко освобождал Армавир Станицы Краснодарского края Первые весенние оттепели Превратили дороги в сплошное месиво Но надо было идти вперед Погода была такая дурная Уже оттепель началась И ни морозов, ни метелей уже таких особенно не было Ну, передвижение было трудно К нам не могли нас ни подводы Машин мало бы у нас было А больше это на лошадях возили Не подвезти на боеприпасы Ни над чем было И то, что мы добывали Вот это в ходе боя То и в крайнем случае в Армавир мы вошли Почти у всех было немецкое оружие Тяжелая для наступавших советских частей ситуация Сложилась под станицей Крымской Фашисты выстроили непробиваемую оборону Мост был взорван Это плавни под Крымской Плотные заросли камыша в воде Впрочем, во время штурма станицы Крымской В плавнях еще держался лед Прозвучавший приказ предполагал Самый трудный вариант форсирования плавни Переходить их вброд По пояс в ледяной воде За участие в этой операции Савенко был награжден медалью за отвагу Из словаря фронтовика Медаль за отвагу Учредена для награждения за личное мужество Высшая медаль в наградной системе страны Нам дали команду, значит, в плав По плавням обойти И мы пошли в плав Лед был где-то, ну, в палец толщиной Шли мы так это, ломали его Ночь нас застала Идти опасно Это мы Подрубывали Палашами Своими Камыш валили И на этих свалках сидели Лежали, сидели Ночь прошла А на утро, значит, до железнодорожного полотна Там подошли Окопались У меня был миномет Ротный Я с ним шел И был пакет Восемь мин Командир Рот Команду подает Савенко Окраину сада Видишь? Вижу А там движение Вижу А была Окраина сада Этой Крымской Станицы И в саду Какое-то движение Было большое И Командир говорит Немцы готовят атаку Попробуй рассеять Ну, я, значит Кину Одну Мину, значит Прошла Она хорошо И я, значит Шесть мин Бросил тогда В это скопление Немцы разбежались Атаку Сорвали мы Из словаря фронтовика Ротный миномет Пятидесяти миллиметровое оружие Заменившее Винтовочные гранатометы В пехотных подразделениях РККА Рабочей крестьянской Красной армии Ну, они Они успокоились Начали стрелять И тоже С минометом Им Надо было Уничтожить Мое гнездо Одна Мина Сбоку Разорвалась Вторая Мина Кричит Командирот Исавенко Срочно Меняй Позицию Бегом Ну, я Поднял Раз Приказ Приказ Поднимаю Миномет Схватил Хотел Бежать И слышу Шипит Мина Я Назад В этот Миномет Поставил Упал В окоп И что было дальше Очнулся В госпитале Как Мина Взорвалась Этим самым Грунтом Меня Засыпало В окопе Остались Ноги Сверху А я Внизу В окопе И миномет Со мной Пробитый Осколком Это Мне Потом Рассказали Ребята Шла Команда Похоронная Они Подбирали Раненых Живых Оружие Подбирали И все это Но Вьетнага Замогу Потянули А я Застонал Ну, они Разгрыбли Грунт Откопали И Отправили в госпиталь Станицы Крымской Самый близкий друг солдата На фронтовых дорогах Его Вещмешок С нехитрым содержимым Консервы Хлеб Кисет с табачком Полотенце Да бритва В бою под станицей Крымской Солдатский рюкзак Спас жизнь Михаилу Савенко Потому что Больше всего Осколков мины Попало в банки С тушенкой Досталось, конечно, и рядовому Он получил ранение В поясницу И ноги Его товарищи По гвардейской части Пошли дальше А Савенко Направили в госпиталь Но его бои Тоже были Впереди Солдат хранит в кармане Выцветшей шинели Письмо от матери До горсть родной земли Мы для победы Ничего не пожалели Мы даже сердце, как инзе Не берегли Что пожелать тебе Сегодня перед боем Ведь мы В огонь и дым Идем Не для наград Давай с тобою Поменяемся с судьбою Махнем не глядя Как на фронте говорят После госпиталя Прибывший Прибывший За пополнением Личного состава Приехал покупатель Один И набирал добровольцев На особое задание Ну и нам Значит Если есть желание Значит Добровольно Пожалуйста На особое задание Ну конечно Мы пошли туда Я с другом тоже Встали в эту шеренгу 31 человек Настало туда Ночью В машины Посадили нас И отправили в Геленджик И мы На второй На третий день Ночью Погрузились На катера И Переправили Переправили Нас На малую землю В Исхака Малая земля Одна из героических Страниц истории Великой Отечественной войны Высадившийся На побережье Под Новороссийском Десант Советских войск Закрепился На пятачке В несколько квадратных Километров Невелика была Группировка Наших войск Но этот клочок земли Был как кость В горле у фашистских частей Пытавшихся Закрепиться На Черноморском побережье Это потом она стала Малой землей Назывался Мысхак Туда Отправили Там Хода бедная Я пять с половиной месяцев Держали там оборону Ясно Житуха Голову Выше Выше Бруссвера Поднять Опасно Убьют Снайпера работали Хорошо у немцев Обстрел был Очень хороший Так что Погибало Там Много Раненых Вывозили Ночами 225 дней Длилась операция На малой земле Которая В конце концов Завершилась Освобождением Новороссийска Это была земля Мужественных Людей 21 воин За участие в боях На малой земле Был удостоен звания Героя Советского Союза Михаил Савенко Получил одну из самых Почетных боевых наград Медаль за боевые заслуги Один из самых Памятных боев для него Когда фашисты пошли в атаку На окопы десантников А впереди гнали перед собой Женщин Детей и стариков Они шли на наступление На наши окопы Прикрываясь вот этим Нам был дан приказ Ребята Не отсиживаемся Давайте-ка И вот Тогда мы пошли в атаку Ясно, что Не без потерь Часть была ранена Наша Колька-то был убит Но факт то, что Немцев мы Опрокинули Удрали нас Сейчас Кто остался живой Больше побили мы их Удивительные судьбы Участников боевых действий Сотни тысяч Миллионы людей Задействованы В великом противостоянии С врагом А потом обнаруживалось Что совсем рядом В нескольких километрах От позиции части В составе которой Михаил Савенко Защищал малую землю Воевал Его родной брат Иван И ему Сопутствовала Солдатская удача Остался жив Был дан приказ Значит Спасибо В наступлении В общем мы Оставили свои окопы На Майсхака Пошли в наступление Из словаря фронтовика Голубая линия Система немецких укреплений На Краснодарско-атаманском направлении Оборонительный рубеж Состоявший из двух полос Имел в глубину 20-25 километров Был оборудован Дотами Цотами Пулеметными площадками Орудийными окопами Так была сломлена Система укреплений Которую фашисты называли Голубой линией Гитлеровцам казалось Что она не приступна Они ошибались И не давая им опомниться Войска Южного фронта Приступили к освобождению Крыма Одной из самых сложных операций Было форсирование Керченского пролива Все эти события Вошли в боевую Биографию Михаила Савенко Одного из миллионов Советских воинов Достойно показавших Себя в боях Десантировалась Наша морская пехота На побережье Полуострова В очень тяжелой Боевой ситуации Дул пронизывающий Ветер Слепил снег С дождем Когда суда с десантом Были на середине пролива Фашисты Заметили их И открыли ураганный огонь Подойти к самому берегу Не было возможности Приходилось прыгать в море В момент высадки Потерял Михаил Свою дорогую награду Полученную За бои на малой земле Утонула медаль За боевые заслуги Вместе с солдатским вещмешком До сих пор ветерану Жалко Что не смог ее сберечь У нас мотобот был У него в нормальных условиях 24 человека Но у нас 36 человек Село туда Набилось Ну вооружение У меня ПТР Противотанковое ружье У меня Автомат Две Две сумки Одна с диском Одна с ПТР Одна с патронами И ружье ПТР И вот это все вооружение такое Когда мы Стали подходить К этому К берегу У нас 36 человек То берег был забит Этими горелыми Катерами Лодками Там мотоботы Траллеры Все это было Метра на 15-20 Забито Этим горелым Траммом Нашему кораблику Туда не подойти И дали команду Прыгать в воду Мы начали прыгать Но не все могут плавать Конечно И не все Выдержали той тяжести А приказ был За потерю оружия Трибунал Вот если потерял оружие Тем более Такое как автомат Противотанковое ружье Это уже Это уже почти артиллерия И я за него держался Как черт за грешную душу Помню что Рукой держался Я за этот Дульный тормоз Там есть такой Вот я за него Держался все Но когда надо Было прыгать Я правда успел Палатку расстегнуть Палатка осталась На палубе Потому что она уже звенела Шел мелкий дождь Моросил И мороз Вот И на нас Это обмундирование Наше уже задубило Настолько Что она Огрымела Из словаря фронтовика Плащ палатка Часть обмундирования Изготовленная Из брезентов Предназначена Для защиты от дождя И мухрого снега Я сбросил палатку И успел сбросить Значит Рюкзак С продуктами И Диск С патронами Один С автоматом Остался Один автоматный Диск Автомат И вот это Проклятое Противотанковое Ружье Я прыгнул Когда В воду Представляете Окунуться В ледяную Воду Морскую С головой До дна Я лично Не достал Но когда Чувствую Что ружье Мое Уперло Во что-то Я На него Оперся Вдохнул В воздух Смотрю Тут Еще горят Какие-то катера Что-то горит На полу Ребята Тут Наши Плавают Которые Попрыгали В воду Ну Большинство Потонуло Ну Не все Могут Плавать И вооружение Было Такое Что Не дало Махать Руками Я Начал Отталкиваться Ружьем Толкаю Значит Ружье Упрылась Уже В дно И Таким образом Я добрался До этих самых Горелых Остатков Из ледяной Морской купели Следом за Савенко Вышли всего Несколько человек Многие погибли Именно в момент высадки Из целого батальона На берег Высадилось Сего 70 человек Выжившие Сразу пошли в атаку Морская пехота Не сдается И первая линия Обороны немцев Была занята Вам слышу Команда Наверх Вторую линию обороны Занять Пока еще Немцы не очухались И мы пошли туда Вышли Мы заняли Эту вторую оборону Немецкую Оборона хорошая У немцев была Капитально делали они Заняли эту оборону И так Продержались Я там лично Продержался Восемь дней Против морских Пехотинцев Шли танки А в подсумке У Михаила Савенко Было всего Несколько патронов Для противотанкового ружья Получалось Что нечем было воевать Из словаря фронтовика ПТР Противотанковое ружье Огнестрельное Ручное оружие Предназначено Для поражения Бронетехники противника Со мной Со мной Был Вместе Герой Советского Союза Вася Толстов Вот Мы вместе с ним Значит Заняли в окопе Оков заняли Хороший Впереди камень большой И мы Под этим камнем Лежали Ждали немцев Немцев Долго ждать не заставили Пошли танки Легкие танки В них были Мы Мы Подбили Один танк И Второй танк Еще кто-то подбил Не знаю Соседних Ушек А третий танк Подошел двигаться На нас Но Я Решил Всунул Патрон свой Патронник Навел Все это Переднее колесо Не надо было Мне остановить Ружье Не сработало Осечка Перезародила Осечка И уже на третий Или на четвертый раз Ружье Выстрелило Попал я В переднее Ведущее Колесо Левое И танк Закрутился Он Прямо не пошел А Пошел Вертеться Ну Экипаж целый Видел Откуда стреляет На башне Поворачивается Ну а куда деваться Мне деваться некуда Стрелять Стрелять Нечем Убежать Камень Впереди Больше нет Сзади Ничего нет Такого Я говорю Вася куда Он говорит Режим Режим Говорит Видно будет Ну немцы Начали стрелять С камня Полетели Осколки Все это Меня Ранило Осколком Снаряда Вот эту Левую руку Вася Не был По-моему ранен Вожжок Он Помог мне Тащиться А потом Санитары Пришли Забрали меня После военно-полевого госпиталя Михаила Савенко эвакуировали на большую землю Раненых в ходе боев на Таманском полуострове вывозили на торпедном катере Раненых было много Их положили на палубе Привязали веревками, чтобы волной не смыло заброт Под звездным небом поздней осени 1943 года катер шел на всех парусах Молодому бойцу Михаилу Савенко тогда едва исполнилось 18 лет После этого ранения его родные получили похоронку Кстати, вторую за войну Почти год пролежал он в госпиталях В июле 1944 года по ранению был демобилизован Из словаря фронтовика Похоронка Документ присланный из востковой армейской части Для краткости так называли официальное извещение о гибели военнослужащего Потом вернулся домой В армию я больше не возвращался А здесь военное дело я вел Но таких солдат было мало Людей возвратившихся было мало Поэтому каждый мужчина был нужен И я в школу попал Там же в сельской школе я определился учителем военного дела Вот Хотя самочувствие было тяжелым Я домой даже братишка меньший приходил Брал меня под руки и доводил домой После года в школе в 1945 году Меня военкомат Забрал военкомат сюда И направил военруком в школу Но тяжелые раны не сломили фронтовика Было очень тяжело, но он не сдавался Получил специальный слесаря электротехника На черкесском заводе холодильного машиностроения Осваивал новое оборудование по термической обработке металлов Его надежного и мудрого человека Любили и уважали на предприятии Которому он отдал 55 лет своей жизни За боевые заслуги, достижения в труде Огромную работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи Участнику освобождения республиканской столицы Михаил Ивановичу Савенко Присвоено звание почетный гражданин Черкесской Я очень рад, что наш народ победил Что люди помнят этот день Люди помнят цену Знают цену этой победы У Михаила Ивановича двое детей Сын и дочь Они всегда гордились своим отцом И теперь заботятся о нем Он всегда был в самом центре ветеранских забот Выступал на митингах Встречался с ребятишками в школах Они его слушают зачарованно Много успел сделать для победы этот человек В самые юные годы своей жизни Его слова Обращенные к молодежи О том, что нет ничего дороже на земле Чем свобода и независимость родной страны И еще о том, как дорого обошлась победа Поколению ветеранов Мы научились под огнем ходить не горбясь Жильем случайным расставаться не скорбя Вот потому-то наш родной гвардейский корпус Сто грамм с прицепом надо выбить за тебя Покуда тучи над землей еще теснятся Для нас покоя нет И нет пути назад Так чем с тобой мне на прощанье обменяться Пахнем не глядя, как на против говорят Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok